Первый период матча – Лада Дизель. Хозяева поля преимущественно владеют шайбой. Вскоре инициативу перехватывают гости и создают опасные моменты для тольяттинских хоккеистов. Но ни одной из команд не удается забить 0-0. С Ладой я наопытнее на многом. Подбор игроков очень серьезный. Поэтому мы стараемся играть вторым номером, придерживаемся больше к обороне, больше сыграть на контратаке. Счет открывают гости. Нападающий Данила Попов ловким броском отправляет шайбу в ворота Лады. Отыгрываются тольяттинцы уже через 5 минут. Андрей Белозеров получает передачу от Данила Семенова и забивает гол. Но в конце второго периода Дизель снова выходит вперед. 1-2. Старались вкатываться, вкатываться, почувствовать игру, шайбочку с минус скоростей. Вот, собственно, почувствовали второй период. Начали более активнее играть. Нужно больше держать шайбу в зоне атаки, бросать по воротам, лезть на удаление, забивать голы. Игрокам помогает и поддержка болельщиков. Их на трибунах собралось 6200. Это абсолютный рекорд посещаемости. Зрителю-имениннику вручает подарок от информационного партнера телерадиокомпании «Губерния». Игра очень упорная, борьба видна, мы очень довольны. У нас Миша подрастающий хоккеист уже занимается, да, поэтому вдвойне, наверное, интересно. И то, что поздравили на хоккейном матче, это для него целый праздник. А тем временем атмосфера на льду становится все более напряженной. Лада бросается в атаку. Вторую шайбу в пользу белосиних забивает Филипп Таузаков. Счет 2-2 сохраняется до конца основного времени. И игра переходит в овертайм. «Молодцы, сегодня ребята хорошо играют. В общем, игра равная. Жалко, конечно, что поворотом маловато бьют». «Ждем нашу победу! Ждем, что Лада победит! Болеем всей семьей и всей душой!» Судьба встречи решается в серии буллитов. Вратарь тольяттинцев не пропускает ни одной шайбы. А вот нападающему Ладу Александру Денишкину удается перехитрить голкипера соперника и принести своей команде победу. 3-2. После финальной сирены все болельщики могли поучаствовать в акции. Бросить на лед игрушки, которые передадут в детские дома города и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Кира Исмаилова, Андрей Костомаха. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова